Итак, дамы и господа, я рад сообщить вам, что сейчас вы будете смотреть более чем часовое видео, которое называется «Что такое общество постмодерна?». Но если вы думаете, что это видео от каких-то культурологов богомерзких, то вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Сейчас я всё выведу на экран, и вы всё поймёте. Как тебе такое, Илон Маск? Здравствуйте, мои воображаемые друзья. Сегодня с вами, как обычно, Дуч и Маптюк. Гой Гая. Гая Гой. И сегодня мы с вами... Накал безумия нарастал. Сейчас Джули Поп окажется вам просто, я не знаю, Эйнштейном по сравнению с той хуйнёй, которую вы сейчас увидите и услышите. То есть, если вы думаете, что до этого была какая-то хуйня, то смотрите дальше. С вами поговорим о постмодернизме и обществе постмодерна. С моей точки зрения, сама концепция постмодернизма — это очередная зловредная хуйня, выдуманная французскими пидорасами. Но я думаю, у вас такое краткое, хоть и всеобъемлющее определение... В чате пишут опять наука. Да. Да. ...не устроит. Поэтому я передаю слово другу Маптюку. Кролик из Донни Дарка расскажет нам сейчас про постмодерн. Ну, собственно, кроме того, что вам друг Маптюк сейчас попытается рассказать, стоит, конечно, послушать лекции такого товарища, как Хаустов, по-моему, Дмитрий. Дмитрий Хаустов. Да, Дмитрий Хаустов. Этот Дмитрий Хаустов, он стоит, знаешь, на уровень выше, чем какой-то Кургинян там или Дугин, потому что это вот просто пиздоболы-вредители. То есть, чувак там, ну, честно... Правда. Как можно стоять на уровень выше, чем Кургинян и Дугин? Нет, никогда не поверю. Клевета. Честный преподаватель. Ну, видно, он проблему ставит хорошо. Он всех читал, но он многого не видит. То есть, вот, например, если его сравнивать с Виктором Олеговичем... Ну, да, конечно, куда ему, да, боссоного слесаря, блять, в маске кролика. Да, или, да, блять, до какого-нибудь сраного юрист-консульта, который в свободное время, блять, надевает шапочку и, блять, видео записывает. Конечно, куда? Куда уж. Да, вот Пелевин, это, да, это голова. Так вот, еще у нас есть современный философ, практически неизвестный. Я бы даже сказал, он известен даже в узких кругах, даже в ЖЖ-шечке. То есть, даже по меркам ЖЖ-шечке он очень узкоизвестный. Это... Галковский. Сергей Морозов. Я не угадал. Спрашивает, а если серьезно Хаустов годный? Да, годный. Я просто не знаю, есть ли у нас еще блогеры-философы. Мы только вот еще одного Ежесармата знаем. Может быть, есть еще. Покидайте нам... Я в рот вас ебал, чуваки. Если вы меня слышите, блять, вы ебаное говно и плебеи. Без обид. Какие-нибудь ссылки, если вы знаете других каких-то блогеров, современных таких философов, которые стримы ведут, будет просто интересно там глянуть. Я бы этих двух не назвал. Философы, это скорее что-то вроде ходячей Википедии, которые прочитали множество книг, ни хрена в них не поняли, но хорошо запомнили. Да, но я нихуя не читал, я все выдумываю. А вас я в рот ебал, блять. Сраные оккультисты. И теперь пересказывают содержимое этих книг раз за раз. Не, я ничего не пересказываю, я все выдумываю, а для этого нужна огромная фантазия. Так что, как бы сосить, хуй вы не угадали. Нет, вот саму идею вот этой меритокарности... Пиздуйте на завод работать, блять. Станки ждут. Выходной закончился. Понедельник, утро. Вперед. На родную проходную. Она довольно популярная. Ее, знаешь, вот сразу так... Хотя на самом деле это вредительская идея тоже, просто к этому нужно постепенно подойти. Она просто не работоспособная. Нет, 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 я сейчас объясню, я сейчас объясню. Зато ты работоспособный, иди, блять, гайки крутить на завод, быдло. В Академии Наук я с ней связан не бывал, но по рассказам людей, которые тоже знают, там все то же самое. То есть люди, ну... Да, ты не был связан с Академией Наук, потому что ты слесарь, блять, сраный. Так нет, у них же тоже есть вот этот вот отбор интеллектуальный изначально, да? Но постепенно все вырождается в обычную... Как это там этот говорит, стоя обезьян? Еще один этот вредитель. Как его? Который? Еще один вредитель, это, наверное, имеет в виду Савельев. Ну, блин, вот мы про него и куча вредителей комментов он оставлял. Савельев! А, Савельев, точно. Да, профессор Савельев срет в комментариях под их видео, как бы. Блять, какие же долбоебы. То есть там какой-то, наверное, школьник аватарку с лицом Савельева поставил, как бы, и пишет им комментарии. Типа, вы пидорасы. И они такие, типа, о, профессор Савельев пишет нам комментарии под видео. Эээ, сраные колхозники. Господи, кто-нибудь объясните им, как интернет работает. И есть еще одна меритократическая практика меритократической системы. Это в Америке вот этот IQ-тест. А как же табель о рангах в Российской империи? А как же царство Сун? Ну, в итоге... Сингапур, любимый мой. Так вот, значит, этот самый Ежесармат, если он серьезно топит за меритократию, Должен размышлять о системе Которая будет превосходить Вот этот тест IQ И круче, чем Академия наук То есть какой-то более ядреный Там должен быть и более разумный метод отбора Нет, полная хуйня Почему? Потому что не должно быть универсальных Критериев отбора Потому что каждый из социальных институтов Он вырабатывает собственные селективные Механизмы Но, блять, сраному слесарю Который, блять, кроме водопроводной трубы Никогда в своей жизни нихуя не видел Ему, естественно, не вдомек об этом Он мыслит о том, что должны быть, блять, какие-то универсальные критерии Блять, тест IQ Академия наук советская Сам я там не был, я, блять, унитаз один раз заменял В их здании, поэтому, блять, слышал Как в соседней кабинке, блять Профессора там что-то говорили Вот, поэтому я тоже в теме, я в материале Иди, блять Сука, гайки крути То есть я что-то подозреваю Вы должны пахать, не поднимая голову, блять Куда вы лезете, какой постмодерн, блять Какой Дугин, какой Кургинян, какой, блять, Хаустов Ребята Как бы, если у тебя выдался свободный выходной Ты должен не видео записывать, блять А смотреть футбол и пиво пить Куда вы лезете? Нет, там немного не так То есть каждый на своем месте То есть если ты хорошо разбираешься в медицине То ты главный по медицине Если ты хорошо разбираешься в экономике То ты главный по экономике и так далее Собеседник даже завис, как бы От таких откровений, типа Нихуя себе То есть по идее верховным Так Че-че Как бы кролик Ваш кролик завис Месье Ваш кролик испортился Правителем должен быть тот Кто лучше всего разбирается Как быть верховным правителем И все Так Упирается в то, кто будет решать Кто тут главный верховный правитель Потому что это может решить только тот Кто тоже разбирается хорошо В верховном управлении Ну, теоретически Вот если подходить именно к Такое описание Что каждый В своей области Но по идее-то так оно и есть То есть понимаешь ли Тогда за что топить Если общество уже На этих принципах По крайней мере старается существовать Ну да Но есть Помимо этих принципов В обществе существуют Значит Различные факторы Которые препятствуют Адекватному Функционированию Тех или иных социальных институтов Исходя из их селективных критериев Потому что в обществе есть Коррупция Организованная преступность Демократические предрассудки Когда Собственно Предрассудок о том Что типа Давайте управлять Будет не тот Кто наиболее квалифицирован А тот Кого За кого проголосует Большинство населения Например И вот эти вот вещи Вот эти факторы Они как раз Препятствуют Препятствуют Адекватному Функционированию Разных социальных Культурных институтов И на экономику Тоже оказывают Плохое воздействие Поэтому Поэтому в общем-то Строительство Меритократии Это не выстраивание Заново Социальных Институтов А это Сохранение Уже имеющихся Социальных институтов С С минимизацией И купированием Тех негативных факторов Которые плохо Отражаются На протекании Процессов Внутри этих Социальных Культурных институтов То есть Надо бороться С коррупцией Надо бороться С организованной Преступностью Надо бороться С политической Демократией Тогда все будет хорошо То есть Правый авторитаризм И либеральная Экономика И будет вам счастье Ну ладно Короче За мной Тема Это как раз Тема Вырождения Специалистов Вот кстати Морозов Ее хорошо Затрагивает И тут Кстати говоря Понятно Почему именно так Оно не будет работать Вкратце говоря Потому что Каждый человек Будучи специалистом В своей какой-то Одной области Он обычно В других областях Ни хера не понимает То есть Допустим Он будет лучший По медицине Но так как У него Вряд ли он будет Хорош в интригах Поэтому Главным по медицине Ему не встать И т.д. и т.п. А с другой стороны Нужно понимать Что у человека Значит Главным по медицине Да В кабинете министров От Министерства образования Или там От Министерства Здравоохранения Он заседать не будет Но зато Он станет Хорошим хирургом В этой системе Профдеформация То есть Он скорее всего Во всех других областях А не только В интригах Полный идиот А если политика Это искусство Политической интриги То конечно Должны управлять Те Кто как раз Преуспел В искусстве Политической интриги То есть Он там Допустим Гарри Каспаров Может быть хорошим Этим Шахматистом Но очень хуевым Политиком И так далее Ну именно поэтому Гарри Каспаров И не приходит к власти Все нормально Это не бага Фича Кстати пишут Каспаров лезет в политику Как бы Ну и пусть лезет Блять Чего он достиг Того что стал Политическим иммигрантом Охуенное достижение Для политика Ссылаются Но Никакой ссылки Не дают Или вы всерьез Рассчитываете Что после краха Путинского режима Значит Каспаров вернется Из иммиграции И что-то там Возглавит в России А даже если Вернется и возглавит Ну значит Этому ведомству Просто пиздец Настанет Как бы А вот Демотиваторы Это реальное искусство Пастмодерна То есть по большому счету Современное искусство Это Вот вся вот эта культура Демотиваторов Они как раз и на этом построены Господин Он вспомнил Про демотиваторы И про ЖЖ До этого говорил Это видео Оно что Десять лет назад Записано что ли ЖЖ Демотиваторы В каком Блять Мире он живет То есть Сейчас Сейчас Про мем будет Привет Медведа Наверное Или еще что-то такое То есть Что за Бумерская хуйня Как бы Где Где эти люди Застряли В каком веке На примере Той же ЖЖ Помнишь Был такой Бегдян Хотя может Он и сейчас есть Стал Опять ЖЖ Блять Что за хуйня Пишет в чате 2008 год Ну по всей видимости То есть Это какие-то Старые Слесаря Блять С тупичка Ооо ЖЖ Демотиваторы Ебаная Быдло Че А че Вам Футбол Что ли Нет Интересного По телевизору Как бы Вам занять Себя Нечем Что ли Я не могу Понять Пиздуйте Играть В игры Какие-нибудь Компьютерные Или еще Что-то Куда Господи Куда Вы Лезете Зачем Оно Тебе Надо Всем Приходится Извращаться Или Заниматься Этим Краут Как он Называется Краут Фарнингом Краут Файдингом Да Да Сложное Слово Блять Для Слесаря Засрали Всякие Вредители Которые Занимаются Псевдо Искусством Псевдо Современным Искусством Кто знает Марат Гельман Галерея Гельмана И Вся Пурга Что там Существует Какие там Все эти Персонажи Художники И какой Хуйнё Они заняты К тому же Это выставка Выпускников Художественных Лучших Самых Престижных Московских Или Даже Или Только Московских Художественных Академии Или Художественных Училищ Какой У неё Они Там Реально Заняты Какие Самые Главные Личные Предпочтения Кто Кого Ебёт Плюс Надо Учитывать Что В этой Тусовочке Очень Много Гомосексуалистов И лесбиянок Наверное Лесбиянок Даже Больше То есть Мазь Там Держатся Именно Лезвие Немножко Наверное Натуралов Есть Но Это Знаешь Далеко Мне Кажется Не Могут Пробиться Провинциальное Быдло Завидует Успешным Московским Галеристам Богатые Люди Живут В Москве У них Есть Деньги Они Ябутся В жопу А я Сижу В Перми Работаю Слесарем У меня Ничего Нету Зато У меня Есть Маска Блять Из фильма Дони Дарка Я могу Всех Их Засрать В интернете У Буржуи Как Группа Война Группа Война При всем Притом И те же Самые Пуссирайты Которые От них Блять Группа Война Пуссирайты Это реально Какой-то Блять Какой-то Взрыв Из прошлого Сейчас Происходит У нас Блять А когда Эта хуйня Вообще Была записана Написано 3 августа 2018 Года Блять Я даже Не знаю Странно А денег На этот ролик Выделено Там было Там 15 тысяч Допустим Ну или 30 Даже Причем Может Больше Ты имеешь ввиду Рубли Нет Ну что Там Пару Штук Зелень За Каждый Ролик 15 тысяч Рублей Большие Деньги Ну Как Колхозная Блять Провинциальная Было Спалилась В очередной Раз О 15 Тысяч Как же Стыдно Должно Быть Я То Слесарем Работая За 4 месяца Только Такие Деньги То Зарабатываю А Они Там У себя В Москве Обнаглели Разжирели Все Сволочи Вредители Дурят Голову Трудовому Народу Говорят Что Вот Это И Есть Постмодернизм А Постмодернизм То У них Ненастоящий Фальшивый Вредительский То ли Дело У нас В Перми У нас То Все Хорошо 50 тысяч Это Вообще Гигантские Деньги Астрономические Куда Вообще Как Такое Потратить То Только Можно Это Это И Внукам То Хватит 50 Тысяч Рублей Это Почти Так Ж Много Как Родительский Капитал Спасибо Ева Как Эта Хуйня Могла Быть Записана В 18 Году Ж Ж Группа Война Спасибо Ева Кургинян Господи Колхозники Ну Серьезно Ну Зачем Нет Я Понимаю У вас Много Свободного Времени Восьмичасовой Рабочий Дел В день Все дела Как Два Выходных Ну Футбол Посмотри Я не знаю Пиво Попей На рыбалку Съезде Господи Куда ж Ты лезешь Зачем Да Решение Это Обрубить В вашем Ебаном Селе Интернет Чтоб Ты пахал Не поднимая Головы А У тебя Голова Не болела Из-за Того Что В Москве Там Происходит И Кто Там Кого В жопу Ебет Там И Сколько Денег У Марата Гельмана Пятнадцать Тысяч Или Пятьдесят Тысяч Рублей Блять Вырубить тебе Интернет В пизду Чтоб ты Гайки Крутил И все И Ничего Тебя Больше Не заботило В этой Жизни Вот Вот Какое Решение Проблемы Я вижу Потому Что Как Говорил Философ Экклезиаст Много Мудрости Значит Где Много Мудрости Там Много Печали И Скорби Человека Посмотрена Отсутствует Вообще Да Ну Вообще Если Они В ЖЖ До сих Пор Сидят Они Должны Форсить Голковского Какого Нибудь Сейчас Я Обращаюсь К тем Кто Просто Нас Посматривает И Он Как Нацелен На То Чтобы Големов Отсечь То Големами Не о чем И Рассуждать Эти Люди Как С Машиной Но Вы Не Сможете Перепрограммировать Это Нужно Голем Запереть И Пиздить Палкой Такое Время Чтобы Перепрограммировать То есть Как Методы В тоталитарных Сектах Где Вот Так Люди Прорабатывают У вас Это Не Нам Големы Не Нам Время Победы Человечества Над Инсектоидами А Так Вот С кем Он Воюет То есть Воевать С Рептилоидами Больше Не Модно Надо Воевать С Инсектоидами Ну Все Охуенно Нет Нет Все Детем К Усилению Контроля То есть Во-первых Отменят Наличные Деньги Будут Только Безналичные Четко Привяжут Идентификационный Тип Устройство Можно Назвать Как угодно Каждому Конкретному Организму Да Чипирование О Эти Эти Инсектоиды То Они же Чипирование Сделают Всех Чипируют Как В Откровении От Иоанна Богослова Все Так И будет Сейчас Я думаю Доработают Какие-нибудь Интерфейсы Мозкомпьютер Блять В жопу Тебе Вошьют Его Все Детем Дарикен Кстати Я бы не сказал Что это Общество Которое Запас Модерном То есть Охуенное Определение Постмодерна Охуенно Да Я напоминаю Что это люди Которые Блять Неиронично Верят В магию И это Не кренштроллинг